Дорогие друзья, рад вас приветствовать, нас. Вот ты чего меня вот сбила, вообще не могу сосредоточиться на деле каком-то. Все, все, вообще не буду здороваться. Извините, это вот вина человека. Смотрим ролик с канала коллектив. Ну а всякий случай, Кузьма Гридин, мой батч и базе Юлия Онежко. Смотрим, меня завербовали в 19, работа разведчика от первого лица. То есть шпиона, по сути, не просто разведчика, прям шпиона. Да, женщина. Это был известный случай, то есть это вы могли видеть в СМИ, что женщина жила очень много лет в Канаде, типа 20-30 лет где-то. Жила, не тужила, никто о ней не знал. Внезапно выяснилось, что она советская шпионка и была все 30 лет советской шпионкой. Соответственно, это сюжет о том, где эта женщина рассказывает, как ее завербовали в 19 лет, как она жила, как она работала. Охуительный репортаж от канала коллектив с очень закрученным сюжетом. Как думаете, что происходит на этих кадрах? Закладку ищет, че. Это скрытая съемка ФБР. На ней русский нелегальный агент ищет место в обозначенном тайнике. Да, конечно. А потом она будет со спутником вот так вот соединяться. Затем он прячет объект. Звоните в ментовку. Кажется, замаскированный под газетный сверток. Тем же занималась и канатка Трейси Лиан Фоули. Пока ее не рассекретили. Окончание нашей карьеры в разведке было положено, когда к нам постучались агенты ФБР. И на глазах наших уже взрослых, можно сказать, детей надели на нас наручники и вывели нас в ожидающие... Какая дичь! Ты прикинь, у тебя родители... Вроде дети-то не знали тоже. Никто вообще не знал. А дикториан? А он знал. А он знал. Ну, ты прикинь, ты сидишь с мамой, там с бабушкой, заходит полицейский. Я такой, твоя бабушка американский шпион. Что вы? Вы что, ебанулись, что ли? Иди, идите отсюда. Я сейчас настоящий полицейский. Он показывает тебе значок. Я действительно полицейский. Все, мы собираем ее. Никит, не надо. Я поеду. Обусы, которые находились на улице. В результате предательства наша деятельность стала известна американцам. И нас арестовали. Нас – это Трейси и ее мужа – Дональда Хитвелда. А теперь по порядку. Представьте. Двухтысячные США и ничем не примечательная семья из Канады. Она – агент по недвижимости и любящая мама. Он – руководитель в консалтинговой компании. Его заказчики – правительство и крупные корпорации. Но у супругов есть секрет. Еще в 80-х их завербовал советский КГБ. А настоящие имена разведчиков – Андрей Безруков и Елена Вавилова. В 2010 году об этом стало известно американцам. Люди, арестованные в Соединенных Штатах по делу о шпионаже в пользу России – это граждане нашей страны. Все задержанные являлись агентами. Крапты. Охуеть. Удивительно, что это не сюжет какого-то художественного фильма. Это то, что в реальности происходит. Нелегалами, выполнявшими долгосрочные задания под глубоким прикрытием в пользу России. 23 года эта семейная пара жила в разных странах и под чужими именами. Но где начало этой истории? Как Елена Вавилова превратилась в Тресси Лиэн Фоули? Я родилась в Томске. Сибирский город, прекрасный студенческий город. Там жили мои родители, мои бабушки, дедушки. В общем-то, я коренная томичка, как говорят у нас. Юношеские годы, школа и университет. У нас. А в разведку я пришла тоже случайно, можно сказать, конкретно предложение начать подготовку на работу. Интересно, она расскажет про подготовку, потому что наверняка это очень нестандартная профессия. Подготовка наверняка тоже очень нестандартная. Да, она будет рассказывать все процессы. Прикольно. А ты же понимаешь, что за 10 лет нашей деятельности мы общались с огромным кругом людей. Ты же понимаешь, что среди этих людей могут быть завербованные люди. Могли быть. Ну, они в основном уезжают из страны и не возвращаются в нынешнюю ситуацию и продвигают повеску. А ты же не знаешь людей, которые как бы... Разведок же много? Тоже, верно. Может, китайская, да? Да, может, и наша разведка какая-то. Где угодно. Все разведки, они везде, брат. Сука, да ты можешь быть давным-давно, ебать, завербован. Я только... Блядь, я могу быть завербован. Ты даже не знаешь об этом. Знаешь, кто реально завербован? Тоха. Тоха, блядь. Это по-любому. Он внезапно появился. Но у него отстойное прикрытие. Он слишком... Короче, слишком очевидно, что завербован он. Так в этом его прикрытие есть. Вот в позиции нелегального разведчика оно, в общем-то, было сделано в один день, когда я училась на третьем курсе, причем тоже в обстановке секретности, на конспиративной квартире. В тот момент я... Или конспиративный портвейн. ...с неким Андреем, тоже студентом исторического факультета. И мне сказали, что он тоже согласился пойти в разведку. Свадьба и переезд были организованы на скорую руку. Родителям сказали, что нас пригласили работать... Ты такой, блядь, мне, конечно, другой вкус, но... ...вни социологии в Москве. После переезда в Москву началась подготовка. Наружное наблюдение, шифрование, азбука Морзе. Были занятия стрельбой, потому что мы оба стали офицерами, и, в общем-то, наша подготовка подразумевала навыки владения оружием. И было еще каратэ. Каратэ, опять же, для того, чтобы мы были в хорошей физической форме. И обладали навыками самообороны. И нам нужно было освоить сначала французский язык, потом добавить еще английский. Довести оба языка до того уровня родных. Ну, или практически почти родных. Это невозможно без жития в этой среде. И то все равно акцент будет просвечиваться. Ну, слушай, тоже в эту сферу не берут людей каких-то случайных. Видно людей, которые... У кого-то же есть способности к изучению языков. Ну, вот их, можно сказать, случайно выбрали. Почему случайно? Я не понял только, на кого она училась, и он учился. Как они оказались на конспиративной квартире. На хоборах. Может быть, они и учились в какой-то тоже академии. Ну, либо военной, либо, может, где языки учат. Это залог спокойной и успешной работы. Часто на языковых занятиях приходилось изображать то француженку, то англичанку, то канадку. Одним из первых уроков мы усвоили, как нужно правильно считать на пальцах. В большинстве своем иностранцы при счете разгибают пальцы руки, тогда как русские загибают. В Советском Союзе было очень трудно подготовить человека для работы за рубежом, потому что Запад... Как ты посчитал? Пальчики-то у тебя что-то выпячивали сейчас. Я повторил за ней, как это вот они вот так вот делают, а мы делаем вот так. Ну, давай, вот быстро не думай. Посчитай от одного до пяти на руке. Раз, два, три, четыре, пять. Ты загибаешь пальцы. А американцы? Разгибают. Разгибают. Ну, это неудобно. Ну, давай, вот меня теперь. Раз, два, три, четыре, пять. Все, я считаю, так русский. Опа! Или как у вас это... Как русский? Как у вас это еще говорится? Пальцы. Пальцы. В общем-то, такой очень непонятный мир. Мы не могли общаться с иностранцами. У нас не было возможности выехать куда-то. Поэтому первоначально мы изучали и быт, и менталитет иностранцев через язык с восприятием культуры. И прежде всего через фильмы. И был у нас период, когда нас привезли на некоторое время проживать в одном доме, пригороде Москвы, который был оборудован всей техникой, которая происходила в Западе. Там было видеомагнитофон, проигрыватели, кофеварка, тостер. Мы должны были почувствовать себя вот жителями какого-то западного города. Одежда это тоже отдельный разговор, потому что отдельная проблема была. Нельзя было ничего иметь из одежды. Бля, ебанусы, сколько этот ролик вызывает... Вопросов. У меня куча вопросов. Вопросов, да, и подозрений касаемо твоей собственной жизни. Кто вокруг тебя завербован? Это какая разница, тебе что, скрывать есть? Мне нечего. Мне тоже. Но все равно. Ну, блядь, чувак, ты прикинь? Вот в целом, ну вот готовят людей. Какую технику, блядь, говорить, фильмы смотрят? Как считаешь? Это же ебануца, блядь. Среди наших знакомых, наверное, нету. Слишком все простодушные. Ну. Не было ни одного человека вот среди наших... Друзья, никому не доверяйте. Везде агенты западных разведок. Это вообще Егор странный. Однажды он выдал, да, что он раз в год колбасу делает, сосиски. Просто вообще случайный факт. Просто он собирается, покупает фаши, прям ухуярит сосиски. Американский шпион. Немецкий. Вполне возможно, что... Я не знаю, что там у него. До 15 лет у него было в жизни. Вообще любые предметы, которые нас окружали, мы не могли собой... Вообще странно, что я знаю все, что было у Егора после 16 лет. И с 16 лет он начал монтировать роль. Выезжали уже на работу. И у нас была организована для нас специально такая поездка, выезд в Западный Берлин. Тогда еще Германии были разделены. Но приехав в Восточный Берлин... Ну, чуть болит, это же Московский ворот. День. На один день вывели в Западный Берлин. И мы должны были в одном универмаге купить себе всю. Ты, по сути, на самом деле, только не вот эти московские ворота, а вот эти. В каком-то смысле это действительно они и есть. Ехав в Восточный Берлин, нас на день, на один день вывели в Западный Берлин. И мы должны были в одном универмаге купить себе всю экипировку, как мы ее называли. В общем, купить себе одежду, которой бы нам хватило на какой-то период, вот начальный период, пока мы освоимся и доберемся уже до постоянного места проживания. И там начнем покупать уже вещи из местных магазинов. Ну, наверняка, их закидывают в точки, где уже есть какие-то шпионы, которые помогут связь держать. Все-таки кто-то как-то информацию может произвести? Мне кажется, что все-таки нет. Мне кажется, как раз-таки их закидывают на точки, где нет шпионов. А какой смысл на эту точку-то ехать, если там уже есть шпионы? В определенные структуры, чтобы... Не, я понимаю. Мне кажется, может, у них куратор какой-то есть по какой-то области определенной. Помню, был такой тоже вязанный свитер и голубая куртка, которую я носила. Ну, для нас это, конечно, тоже был опыт своеобразный, потому что мы оказались совершенно в ином магазине, который не был похож на наши советские, где мы могли спокойно трогать вещи, мерить. И за нами никто не следил. И, в общем-то, для нас это, конечно, было тоже в новинку. Из всех мест, которые за последнее время привела журналистов в гласность, это было и остается пока самым секретным. Первое время, когда разведчик начинает работать, у него, конечно, есть такая довольно ограниченная легенда. И, конечно, нужно было для себя представить то, где ты проживал, какие у тебя были друзья в детстве, представить свою школу. Кое-что мы должны были конкретно найти. Это вообще полностью другой менталитет, совершенно другой. Совершенно ты взросшен на другой культуре. Я вообще не представляю, как вообще может шпион интегрироваться. Ну, ты должна улазить, во-первых, хорошими актерскими науками. Да это вообще пиздец. Вот даже если нас взять, я тебе скажу, типа там, 22.00 по СТС. Ну, что-то типа такого. И вот многие такие, да, 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 да. В моем детстве тоже таким было. Типа там, вот фильмы на СТС вечером, грубо говоря. Ну, это понятно. Там какие-то отсылки и в целом... Ну, хорошо, представь, что над тобой, если ты это плохо исполнишь, висит то, что тебя могут посадить на очень много лет. Тебе надо хорошо постараться, чтобы не быть засаженным в тюрячку. Я даже не про старания людей, а про то, какой власт информации должен быть выбран и дан человеку. Большой и конкретный. Ну, я не представляю, как это может быть сделано. А еще учитывая, что Америка, она... Разная. Очень разная, да. То есть там пиздец, как менталитет от штата к штату отличается. Сходить по этим местам, посмотреть, есть ли школа, может быть, ее уже там нет. А это было бы самым хорошим вариантом, когда можно было сказать, что вот там учился, а потом ее расформировали или ее переделали. В общем, чтобы не было никаких, скажем, никакой привязки уже к этому месту. Но, тем не менее, нужно было изучить хотя бы улицу, подходы, какие-то интересные архитектурные детали того места, где ты провел свое детство. Это было начало легенды. Затем она уже начала обрастать конкретными какими-то элементами, в которых мы уже жили. Причем мы начали свою работу отдельно, по отдельности. Мы даже въезжали... Слушай, она же довольно много лет провела за рубежом, как я понимаю, ее завербовали в 19. Но прожила она больше 20 или 30 лет за рубежом. И, смотри, у нее вообще как бы нет акцента какого-то. То есть она очень... Как будто она часто говорила по-русски. Я тоже на это обратил внимание в начале ролика. Вполне возможно, что это теперь американская шпионка. В разные места и в разное время. Для того, чтобы обезопасить, конечно, друг друга. И потом, когда мы уже... Каждый из нас обосновался отдельно, мы начали создавать легенду нашего знакомства. Уже, можно сказать, даже не легенду, а более правдивую историю. Чтобы было понятно, что мы сначала познакомились, потом мы решили пожениться. И наша семья вот таким образом уже образовалась. Уже, ну, можно сказать, на глазах наших нескольких друзей, которые в то время были. А вот и фотография со второй свадьбы Елены Вавиловой и Андрея Безрукова. А что случилось со школой преподавания иностранного языка после Советского Союза? Потому что я думаю, если бы в моем детстве готовили шпиона по той программе, по которой учился я, то его бы просто на границе зарубили, потому что он бы сказал... Нет, смотри, во-первых, у нас школы вообще с уклоном на английский язык, они начали появляться не... Знаешь, просто ты диалог начинаешь с фразы У нас же было очень много школ направленных на немецкий язык. Английский язык... Типа были, конечно, школы, где изучали английский язык, но это не было, вот как сейчас повсеместно. Не было школ с углубленным изучением английского языка. А тут их не просто готовили в школе, их готовили в школе разведки. Там не школьники сидели. И там мы с ними очень досконально работали. Потому что есть возможность учить хорошо иностранный язык. Есть. Если ты сыграешься работать шпионом в Америке, конечно. Нельзя детей учить так, будто они шпионы. Есть же фильм «Дети шпионы». У меня было имя Трейси Ли Энн Фолли. Это три имени и фамилия Фолли. А у супруга было имя Дональд Хауэрд Хисфилд. Два первых имени и фамилия. И эти имена мы не выбирали. Нам они были даны. Была система в Канаде, когда смерть и рождение не были сведены в одну базу данных. Это помогало. И это использовали наши спецслужбы. Не единичный случай. Это уже классика нашей разведки. О том, что присваивают имена двойников. То есть мы играли роль реально рожденных младенцев. Но которые не прожили долго. В общем-то, они умерли. Но задача была как можно быстрее вжиться в то общество, где мы должны были работать. Получить определенные документы, которых нам, естественно, не хватало. И дальше уже начинать знакомиться с соседями, искать работу. Бля, ты прикинь, в 19 лет вот это все заниматься. В 19 лет и проще. Ну, проще перестроиться, наверное, да. Но все равно в 19 лет... Ну, ты прикинь, вообще ответственность у тебя какая в 19 лет. Да, они это как приключения воспринимали, я уверен. Вот если ты 30-летнего отправишь такое делать, он вот будет... Господи, господи. Сейчас палит, сейчас палит, сейчас палит. Я же ничего не понимаю. Это просто... Блядь, нет. Блядь. Это тоже было важно, потому что нельзя было просто жить, не объясняя, на какие деньги ты живешь, первое время. Ха, ну шпионские, что ты хочешь? Что-то меня здесь... Шутка, шутка. Это задача нас самих обеспечивать себя для того, чтобы как раз сохранить вот эту суперсекретность, чтобы никто не догадывался, что у тебя есть какие-то... Какая-то вторая двойная жизнь. Самое главное для разведчика, это уметь объяснить какие-то несостыковки в его, возможно, легенде, или, возможно, какие-то... Джессика, вы были рождены чернокожей. Что случилось? Дефицит витамина Д. Да. Ну ладно. Детали внешности, ну, например, шрама тоспы у нас был достаточно таким видимым, в то время как у канадцев или на Западе уже делали его более аккуратно и не на внешней стороне руки. Что в этом случае нужно было делать? Нужно было придумать объяснение этому. То же самое, например, с пломбами, которые... Вот у меня мой. Что-то аккуратненький, Боня. Аккуратненький? Нормально, как у всех. Ты муж из Канады? А у тебя какой? А я не могу показать. Никак вообще. Блин. Не могу, к сожалению. Как жаль. У нас долгое время были амальгамы, вот это темные пломбы, а на Западе уже делали давно светлые, белые, которые не были видны. Главное найти правильное объяснение. И в моем случае я говорила, что с родителями в детстве проживала в африканской стране, где вот зубные материалы были не такие хорошие. И вот у меня так получилось, что у меня столько пломб оказалось не светлых. И то же самое со шрамом, что я... Почему не заменили перед отправкой? Это же достаточно просто. Потому что советские пломбы, они надолго делались. У Власова одна из таких пломб стоит, она до сих пор как бы стоит, с ней вообще ничего не произошло. Типа там делали вот эти черные пломбы, они очень крепкие считаются. Может быть, их сложно заменить из-за этого. Белые пломбы даблярушатся через год, через два, чтобы ты снова пошел их делать. Планировали таким образом, и родители не досмотрели. Столько об этом рассказывали, пересказывали другим людям. Мы стали верить в это сами. И произошла такая вот трансформация. Вот эта вот сама легенда становилась самой реальностью каким-то образом. В Канаде супруги прожили несколько лет. За это время они получили высшее образование и начали работать. Тресси и Дональд даже основали компанию по продаже подгузников. Вот статья об этом бизнесе в местной газете. Это, наверное, куратор такой, вы что, охуели что ли? Вас в газетах печатают. Нет, слушай, удивительно, что как бы они такие, ну, почему просто не остаться жить в Канаде? Ну, в общем, в целом все есть, все это. Переезжали во Францию. Перед тем, как переехать, мы продали свой бизнес. И это позволило и другим объяснить, и нам самим иметь достаточно средств для того, чтобы оплатить уже обучение в следующем вузе. Более того, мы должны были в своих финансовых отчетах, которые мы делали и посылали в шифровке, указывать, сколько мы заработали. И все заработанные средства, они, в общем-то, принадлежали нашему государству, России. Мы не могли, вот даже в наших отчетах, в общем-то, не могли все, что мы зарабатывали, даже для себя использовать. Это, ну, своеобразное правило, которое нужно было соблюдать для того, чтобы человек не увлекался зарабатыванием денег. А нам взамен была положена определенная сумма. Ну, видимо, да. Типа, если бы они решили бы остаться... Их бы ликвидировали. Ну, не ликвидировали, но я думаю, что их бы подставили как-то. Хотя, может, и ликвидировали, хуй его знает. Которая, ну, как считалось, нашей зарплатой. В Штатах семья поселилась в Кембридже. Для всех новых знакомых они были примером исполнения американской мечты. Иммигранты, которые добились большого успеха. О заданиях я, конечно, не могу рассказывать, потому что это было бы нарушением... Их отправили в Канаду, выдали им левой личности, они там отучились, открыли бизнес, потом отправились во Францию, там отучились, и только после этого отправились в США. Ну, да, типа, чтобы у них была... Жесть какая. Ну, и предыстория. Нарушением правила секретности в разведке, и, в общем-то, я не имею права. Я могу в общей черте сказать, что, да, изучали нескольких людей на привлечение на работу, на нашу разведку. Бывали случаи, когда нам нужно было понять и выяснить, является человек представителем спецслужб, уже, например, американских спецслужб. Вот. Такие задания были, но в основном мы сами искали информацию и целенаправленно шли туда, где она может быть. А это всегда люди, поэтому мы стремились к тому, чтобы быть как раз эффективными вот в поиске тех людей, которые влияют на формирование политики США. Жалко, что без конкретики. Интересно, что вот они делали. Ну, ничего, может, книгу напишут? Она написала, у нее есть. Нам же она вначале говорила, да, что она книгу написала. Там, наверное, там... Не-не, я не думаю, что она там тоже говорит именно о подробностях задания. Ну, блядь, чувак, если говорить о подробностях задания, рушится. Ну, она вот так. Типа, ох, никому. Я сейчас напишу пару страниц, но, пожалуйста, все, что прочитаете, не копируйте, никуда не выкладывайте. И не говорите. И никому не говорите об этом. Ну, наверное, типа с какими-то политиками там, или... Чё, коп? А чё ты делаешь? Соколд, жди, подсказки, позови. Какой-то вуз, образовательное учреждение, в котором вот эти люди могли бы быть. И таким вузом стал Гарвардский университет. И в конечном итоге, в общем-то, этот план... А, кстати, немножко в акценте. В конечном итоге... Он у нее пробивается, когда она говорит какие-то слова на английском, и потом еще несколько слов, когда же она на русском говорит, она говорит с акцентом. Когда она свое имя говорила, имя мужа, у нее тоже это было. Ну, эффективным и интересным с точки зрения воплощения и как раз выхода на тех людей, которые, кстати, некоторые из них до сих пор формируют политику в Соединенных Штатах. Взяла с полива. Главная цель российских разведчиков за границей... Сидит такая, ну, они до сих пор формируют. Да, похуй, Трамп. Наш, сломяр. Это общение с высокопоставленными людьми. Именно такие контакты могут дать важную для страны информацию. Например, один из однокурсников Дональда – это бывший президент Мексики Филиппо Калдарон. Безусловно, у разведки всегда есть определенный центр, который... Че, братишка, как дела в Мексике? Че там в США у вас терки, не терки? Ну, тут объясняется. Ну, в Гарварде же реально учится очень много президентов будущих США и просто, ну, ближайших стран. Вот Гарвард, Кембридж, то есть они все собирают вот эти английские элиты, американские элиты. И, типа, учась там, ты знакомишься со всеми этими людьми в теории для того, чтобы немножко чуть больше знать о них. Да че ты, сколько у них ядерных двух голов? Ты по-любому знаешь, он там восьмась рядом через границу. Слушай, ну, честно, вот Вован и Лексус, пранкеры, слышал про них? Ты не слушаешь про Вован и Лексуса, это челы, которые звонят американским политикам, и те с ними разговаривают и говорят о планах своих. Че? Ты че, реально не знаешь про эту тему? У нас есть пранкеры, Вован и Лексус, они звонят празднуто, там, президентам других стран, премьер-министрам других стран, министрам обороны других стран. Как они не нравятся. Непонятно. Ну, ладно. Не суть, как они узнают, то есть, как-то узнают. Они представляются, типа, там, либо, там, какими-то, там, политиками стран дружественных, да, для тех стран, или еще что-то. И они говорят с этими министрами обороны, и министры обороны спокойно с ними говорят, сколько каких поставок выполняют, сколько это. Я к тому, что, типа, то, что вот ты говоришь, типа, Вась, Вась, сколько ядерных ракет? Да, именно так. И именно так и говорят. Это же, в первую очередь, люди наивные. Для всех разведчиков, и те люди, которые работают, например, в Латинской Америке, они могут тоже получать задания на сбор информации, касающейся американской политики. И никакой связи между людьми, которые работают вот под такими прикрытиями, не должно быть. Это залог как раз того, что все они будут в безопасности, и никто не сможет навести, как бы, подвести угрозу другому человеку. Поэтому таких, ну, такой вот связи между нелегалами никогда нет. И это правильно, это как раз способствует тому, чтобы спокойно работать, понимая, что никто тебя не может выдать, ну, кроме предательства, который нашелся уже, как говорится, в другом месте. Взгляните на этот снимок. Его в ходе расследования опубликовало ФБР. В этих изображениях Ричард Мёрфи, один из русских разведчиков, зашифровал сообщение. А вот негативы, найденные ФБР в тайнике в Бостоне. Информация на них секретная, поэтому перекрыта черным цветом. Следом – тайное письмо. Вот еще любопытная находка – 27-значный пароль. На самом деле, чем меньше шпионских штучек и приборов у тебя есть, тем спокойнее и лучше. Поэтому нас старались не нагружать вот этими всякими инструментами. У нас было радио, причем радиоприемник выглядел совершенно обычным бытовым радиоприемником. У нас были небольшие... Он выглядел как обычный радиоприемник, и он был обычным радиоприемником, и никто не мог догадаться, что это шпионский прибор. Такие шифроблокноты, которые тоже не выглядели как что-то особенное. И, пожалуй, всё. Не, ну вот такая штука вызывает подожрение. Что это, судоку или что это такое? Вряд ли это... Я бы даже не задумывался. Но теперь, если увижу у тебя здесь где-то в тетради, то, конечно, я пойму, что это... Как что-то особенное. И, пожалуй, всё. У нас не было никакого специального оборудования как раз для того, чтобы сохранить... Вот, ну, оберечь нас от каких-то подозрительных моментов. Федеральное бюро расследований США долгое время следило за российскими нелегальными агентами. Их специалисты собрали доказательства непосредственно... Потому что внутри, помимо самих разведок, внутри ещё каждой разведки тоже есть своя разведка. Крыса. Ну, это же шпионские игры. Там все друг друга подставили. Там очень много слоёв. На передаче секретных данных. Предатель в российском тылу раскрывал места тайников. Где в дальнейшем американцами были установлены скрытые камеры. Вот, например, Майкл Затолли забирает из секретного места пакет. Мы могли и подобрать тайник и отправить эту информацию для кого-то. И могли нам дать место, которое было обозначено для тайника. Всегда используется какой-то контейнер, куда закладываются либо бумажные носители, или какая-то информация. Ну, например, обычный кирпич или камень. В общем, предмет должен быть такой неприглядный. Ну, или ещё одна такая классическая, наверное, пример. Это банка из Кока-Колы. И потом это закладывается в определённое место. Главное, чтобы оно было где-то не у всех на виду. Должно быть скрытое. И это место описывается. И дальше человек, который закладывает, делает это сначала. Потом он выставляет сигнал, знак, даёт знак, что контейнер там на месте. А мы уже идём в другое время, в определённое, определённое тоже какой-то час или день. Теперь он кладывает мудак. И был даже такой интересный случай, когда контейнер был в парковой зоне. И мы туда отправились вместе с детьми. И, в общем-то, изображает то, что с детьми мы там копаемся в земле, что-то им показываем, ищем. Вот в этой же... Я думаю, что много людей тоже могут рассказать подобные интересные истории. Я шпион. Как они занимались шпионской деятельностью в различных парках Петербурга. Примерно один родитель, значит, прикрывает, а другой копает в определённом месте и вынимали контейнер уже. Который находился там. Ну, в общем, использовали обычную бытовую сценку для того, чтобы выполнить задание. Дети русских разведчиков не подозревали, кто их родители на самом деле. Они никогда не встречались с родственниками и считали себя канадцами. Безусловно, нельзя было рассказать ни родителям, ни даже ближайшим родственникам о том, чем мы занимались. Для них была своя легенда. По этой легенде мы были переводчиками и работали в разных организациях. Конечно, возможность была приехать в отпуск время от времени. И мы по одному, то я, то супруг, приезжали и навещали родителей. Но это, конечно, было проблемой. Потому что трудно было и самим родителям, наверное, жить долгие годы, не имея возможности общаться напрямую с нами. Пришлось объяснять, что мы работаем в организации, которая не приветствует частое общение. И рождение сына, и то, как мы назвали первого сына, потом второго, это все наши родители получали телеграммой от наших коллег уже из Москвы. Мы сообщали, соответственно, в шифровке, вот что такого-то числа родился мальчик, назвали его Александром. По-русски не говорили и старались избегать даже русскоязычных людей вокруг нас. Был такой интересный эпизод, когда наши сыновья увлеклись видеоиграми. И была такая игра, ну, она и сейчас есть, довольно известная, Call of Duty. И там был эпизод, значит, по-моему, в Афганистане происходило дело. Были русские и местные, значит, вот они воевали. Они играли за русских. И когда игра закончилась, и они победили в качестве, значит, как бы тот, кто победил, для них звучит гимн. И зазвучал гимн Советского Союза в нашем доме. Представляете, значит, дети играют в большой комнате, и вдруг мы слышим, я на кухне, супруг, наверное, в своем рабочем кабинете слышит гимн Советского Союза. Поплыли нахуй, ебать, нас накрыли. Это очень пиздец. Это, да, это такой страх. Громко играет в нашем доме. Ну, и, в общем-то, никак не отреагировали, конечно, на это. Ну, прозвучало, прозвучало. И даже было интересно, что во время вот этих игр наши дети некоторые слова повторяли. Ну, такие простые, там, привет, давай, давай, или да, нет, вот такие. Причем они это произносили, естественно, с акцентом. Я не знаю, учитывая, что их в итоге скомпрометировали, я просто не представляю себя на месте, ну, как вот твоя мама, она вот твоя мама, но как бы вот вообще не тот. И не представишь это, даже не описано было нигде ни в фильмах, ни в сериалах, ни в книгах. Ну, наверное, где-то есть, я таких книг не читал. Дети шпионов. Ну, идиотский. Ладно, более того, у тебя не просто родитель не тот, кем он являлся всю твою жизнь. Ты не тот, кем ты являлся. Не, ну почему, почему? Он не канадец. Почему канадец? Ну, я про другое, неправильно. Ну, вот про корни твои. Ну, тебе мама с детства говорит, вот, в Канаде родилась, я, ты, твоя баба. Да, но только понимаешь, что в США, как бы, американец тоже не... Ты не коренной американец, как и канадец, как и россиянин. Ну, все равно, ну... То есть, типа, ты, может быть, россиянин, но не знаешь, что ты русский. Тебе мама скажет в 30, что ты, Никита, молдаванин. Не в России, ты родился. Это не так шоково, если бы мне мама сказала, я, на самом деле, американская шпионка была. И зовут меня Стейси Роуз как-нибудь. Вот это, да, был бы шок. А то, что я молдаванин, ну, МБ. Сотрудники ФБР арестовали Елену Вавилову и Андрея Безрукова, 27 июня 2010 года. Первую ночь мы провели в полицейском... Я провела в полицейском участке, не знала, где был муж. И потом мы встретились на следующий день уже в зале суда. И что интересно, мы в ожидании входа уже в сам... Мне кажется, знаешь, это настолько необычно, что даже если полицейскому сказали тебя задержать, вот ему сказали, вот эта бабушка, это шпионка. Не бабушка, а женщина. И вот она ее задерживает, и она такая, что это бред? Я шпионка, это бред? И вот я был в полицейском, и я такой подумал, ну, блядь, бред какой-то, просто женщина. Никогда не подумал. Нет, я думаю, что у полицейских в этом плане есть какая-то вещь, типа, что, ну, рассказали. Значит, я как-то вы ездите. Зал заседания, мы увиделись, и когда я его увидела, он улыбался. А я вышла в достаточно грустном настроении, и вдруг вижу, он стоит, улыбается. Очень такой оптимистический у него был настрой. И действительно, это и помогло мне немножко, как бы, воспрять духом. И вот его такая вот несгибаемая, наверное, ну, какая-то внутренняя воля, сила, она... Че вы мне злотите? А знаете, кто мы что-то здесь? Томск, вернемся с тобой. Так черт вы это, США! Блин, что там делать, а? С айфона и в России можно купить. Сейчас все одинаково. Ну, я думаю, им какой-то должны, ну, жирней, жирнейший бонус по возвращению вернуть. Слушайте, вас в СССР отправляли, сейчас уже Российская Федерация. Так что, извините, никаких бонусов, спасибо за службу отечества. Ну, они же... Вот меня больше что интересует, что они в СССР, в советские времена, как я понял, уехали, но при этом, типа, продолжали работать на Россию. Ну, когда СССР... Или они в Россию все-таки уехали, когда уже Россия была. Вроде про Советский СССР она говорила, нет? В 2000-е что-то. В 2000-е... Ну, учитывая, что она говорит, что у них не было вот всех этих товаров американских, это еще не это, не развал, не 91-й год. То есть они до уехали. Ну, то есть преемственность есть в структурах. Меня больше это уделяет. Их же все-таки из Москвы отправляли, а не из Ташкента. Ну, да. И как нам нужно такие дать наставления детям. Мы вошли в зал сюда, и наши дети были там. И я успела буквально несколько фраз им сказать на французском языке, чтобы не все поняли. Сказали, уезжайте, потому что мы не хотели, чтобы они оставались в городе под осадой вот журналистов и вертолетов вокруг. И потом мы им сказали, что... По-моему, я сказала фразу, что это предательство. Не думайте, что мы что-то сделали не так. Но они, конечно, не понимали ничего этого, потому что они не знали вообще, чем мы занимались. Но с мужем было интересно. Вот он был очень таком... И он потом признался, что он был... Бля, еще понимаешь ситуацию? Все, что у них-то как бы там совет спай, это мем про советских шпионов. Это как самый карикатурный злодей, который только может быть, если ты житель США или Канады. И тут у тебя мама и папа реально совет спай. КГБ. КГБ. На здоровье. Спасибо. Нет. Нет. Нет, нет, спасибо. На здоровье. Хорошо. Хорошо. Россия хорошо. Наша главная задача сейчас пройти в судебный процесс. Наказание было серьезное. Вот по тем обвинениям, которые нам предъявили, в общем-то, предполагалось, что до 35 лет в заключении. Потому что там было несколько обвинений. Работа на иностранное государство, шпионаж, обвинение денег. В общем, суммировалось всего 35 лет. Кто вас предал? А предательным оказался человек, который знал нас и наших коллег, почему и оказалась вся наша группа, в общем-то, арестованных. Он работал в центре, в Москве, и в определенный момент перешел на сторону американца. Он знал, наверное, всех, кто в то время работал в Соединенных Штатах Америки, потому что у него был, в общем-то, выход на все наши документы в Москве. И то, что касается даже ареста и возможного допроса, подозрения, все это было у нас разработано, обдумано. И у нас даже был намечен маршрут побега из страны, выезда. Мы знали, куда поехать, где у нас были наши запасные документы. Я не думаю, что в нашем случае, если бы мы даже попытались это сделать, мы сумели бы это сделать. Было уже слишком поздно. Тогда, когда мы поняли, что что-то странное происходит вокруг нас. Ну, то, о чем ты говорил, что какие-то бонусы наверняка есть. Бонус то, что она не в тюрьме, я думаю. Один из. Я думаю, что за годы службы она же получала зарплату. Ну, на жизнь. Нет, смотри, она получала деньги, она работала в США, но по-любому у нее еще капала зарплата именно за работу разведчика. Я думаю, у нее пенсия есть. Круто. Мне кажется, пенсия за то, что 30 лет шпионажем занималась. Какая-то хуйня. Ну, типа-то, я думаю, если там гигантская пенсия, мне кажется, что все-таки у нее на какой-то зарплатный фонд ее вся зарплата поступала, может быть. Вот это интересный аспект. Мы стали подозревать, уже серьезно подозревать, что что-то происходит вокруг нас уже буквально за несколько дней до ареста. У нас под таким надуманным предлогом на один день забирали автомобиль, потому что, ну, видимо, необходимо было установить там аппаратуру, естественно, следить наше передвижение. Надо отдать должное. Они ведут себя очень аккуратно, понимая, что если они начнут действовать ну, как-то каким-то образом более активно, мы это заметим. Вот здесь как раз игра была профессионалов против профессионалов. И если бы они наделали вот подобные глупости чуть раньше, возможно, мы бы предприняли какие-то попытки уехать или каким-то образом убежать от этого всего. Как выглядит американский допрос? У нас американский допрос выглядел не очень, в общем-то, страшно и угрожающе. В общем-то, достаточно уважительно. Здесь тоже, наверное, сыграло то, что они понимали, что они разговаривают с людьми профессионалами, ну, примерно как бы... В фильмах, наверное, насмотрелись, боялись, что просто у нее там какая-то капсула в зубе есть с ядом, который она сделает, и все. Ну, кстати, да, тоже верно. Говаривали с кадровым разведчиком из США. Поэтому первый допрос, конечно, был в качестве обвинения. Они хотели показать, что они все знают. Мы понимали, что мы не должны ничего не говорить, мы отказались. Ну, я сразу отказалась беседовать и потребовала адвоката. В общем-то, все было достаточно корректно, но за исключением, конечно, самой манеры. Нужно было находиться в наручниках, в кандалах. Тебя одну не отставляли ни на минуту. Даже в дамскую комнату про меня провожали и за мной следили там. Поэтому вот такая достаточно серьезная была обстановка с точки зрения формальностей. А с точки зрения самого разговора, в общем-то, все было достаточно корректно. Позже в тюрьме, конечно, было... Что с детьми мне интересно? Они все в России живут? Вместе с ними? Мне кажется, они в Канаде остались. Хочется, с другой стороны, им, конечно, житья... Ну, в детдом отдали? Ну, там срослые дети уже, вроде как. Их же показывали, мелкие подростки. Ну, это когда ее задержали. Но сейчас с нами, я думаю. Сложнее, потому что там сама обстановка была тоже тяжелая. Одиночная камера. Для того, чтобы куда-то пройти, например, на встречу с адвокатом, нужно было пройти множество проверок, где тебя там проверяли с ног до головы. Нужно было раздеваться, все показывать. Естественно, ну, тюремная одежда была там огромного размера. Обувь без шнурков. Нельзя было... В одиночной камере нельзя было иметь горячее... Американцы не умеют их завязывать. Только на липучках. Напитки. А еду тебе передавали через такое маленькое окошечко, которое открывалось. Несколько недель, и вдруг... С размерами, как мы в кабинете. ...вставляется сопровождение нашего российского дипломата у меня в тюрьме, на встрече, на свидание. И, в общем-то, там говорят о том, что в скором времени я буду на свободе. На летном поле Венского аэропорта два самолета встают рядом. Телекамеры, снимающие финал шпионской истории, фиксируют, как группа людей спускается по трапу, садится в черный минивэн и едет к американскому самолету. Потом минивэн возвращается, и на борт российского лайнера поднимается другая группа, более многочисленная. Сразу после этого лайнеры выруливают на взлетную полосу и поочередно взмывают в небо. В Вене... Блядь, нашел я твоих! Блядь, че меняешь? Да, давай, меняешься. Не сажать же их, кадры ценные. Наш самолет приземлился одновременно с другим самолетом, который прибыл из Москвы. В нем находились четверо наших сограждан, которые как раз были названы американцами для обмена. Они получили их. В обмен мы были возвращены на родину. Что интересно, мы полностью за 25 лет выпали из культурного фона нашей страны. И мы не знали ни современных певцов, ни современных актеров, ни фильмы, которые обсуждались и были известны. Песни Григория Лепса, например, для нас были, в общем-то, неизвестны. «Рюмка водки на столе». Это вообще, конечно, было для нас открытие. Друзей нужно было снова завоевывать, снова искать. На это тоже ушло какое-то время. Вы понимали, что мы должны... Ну, мне кажется, учитывая, что она в разведке работала, ей не очень сложно заводить друзей. Разведчики обычно дружелюбные ребята. Много ли ты разведчиков знаешь? Вот он испалился. А у меня мало друзей. У меня плохо получается заводить дружбу. У женщин-то плохо разведчиков. Но людей в моем окружении, у которых хорошо получается заводить друзей, я их теперь примечать буду. Тебя людьми, с которыми нам интересно. И мы это проделали, уже имея опыт, наверное, внедрения в другие общества. Опять же, помогло то, что мы начали работать. Мы влились в коллективы. Я начала работать в компании «Норильский никель», где я работаю до сих пор. И это помогло мне обрести коллектив, людей вокруг меня. «Сигарный клуб» был одним из... А что, не нашлось интересной работы для шпиона? А зачем? Она же, ну, умеет работать именно не только шпион. Она же в США не работала шпионом. Шпион это так бы, как сказать, дополнительный перк был. Просто вот у тебя есть такой кадр, который доказал свою верность на... А куда ты ее отправишь еще? На этапе в 25 лет. Не знаю, с документами работать. Секретными. Но ты же не знаешь, чем она занимается сейчас еще при этом. Тоже верно. И не шпионка ли она в США? Через 5 лет опять будем сидеть, она уже в наручках. Меня не обменяли назад. Я американская шпионка. Вообще никак. Потом еще лет через 10. Да, я работала на Китае. Через 20 лет. Да, я работница индийского контрразведского управления. Можно сказать, очень быстро познакомились со многими интереснейшими людьми. Сейчас, конечно, прошло уже определенное время, когда мы вжились, и наконец-то уже русский язык у нас встал на первое место. Но иногда мы все равно переходим на английский, потому что так легче. Легче какую-то тематику нам обсудить на английском языке, ну, то, что касается американской политики, например, или геополитики, да, всегда, ну, такая тенденция у нас переходить на английский язык. А если мы говорим о некоторых, скажем, кулинарии, да, какие-то блюда французские, мы можем по-французски говорить. Ваши сыновья, как они адаптировались к вас? Ужасно. Абсолютно ужасно. Они не смогли это принять. У них же поменялся мир. Вы что? Они были урожденными американцами, они мыслили, как американцы, думали, как американцы, и ценили ценности американские. Конечно же, им плохо. Их единственное отдушное – это каловы дети. Сыновья адаптировались к России нормально, то есть они, наконец, увидели настоящую Россию, и увидели, что люди не такие все плохие, а есть очень много душевных, прекрасных людей. Их очень поразила красота наших девушек. И они, выучив русский язык, конечно, уже и понимают и культуру, и нашу сущность. Кое-что критикуют. То, что мы не всегда выполняем законы, мы всегда стремимся обойти каким-то образом правила и найти какие-то неординарные решения. Но в целом они нормально встроились, они говорят по-русски, и они спокойно живут и работают в России. По своей работе, конечно, мы скучаем. Мы считаем, что, в общем-то, наша такая осознанная жизнь прошла. Просто если чел, ну, хотя бы чуть-чуть не уверен в себе, его просто заклюют, если он про маму скажет. Просто в компании. У меня мама шпионкой работала. Че-е-е! Че-е-е! Вот если он чуть-чуть слабину даст, его просто заклюют. Не, я думаю, что... Ничего не докажет. Я думаю, что на самом деле там тоже дети кремень прям такие крепкие ребята. Да, ну потому что, типа, вряд ли, знаешь, их родители теряли самообладание за всю жизнь. Ну, как бы, понимаешь, когда ты 25 лет работаешь шпионом, и ты не потерял самообладание, и, по сути, тебя подставили, ты бы дальше работал шпионом. Да, это легкотня. Че-то раз в неделю какую-то посылку выкапываешь, закапываешь. Да, что-то пишешь, бля, какие-то. Ну, да, цифры. Включаешь радио, общаешься с кем-то. Ты какую-то азбуку Морзе используешь. Нет, это дело опыта. Один раз научился азбуке Морзе, и все, всю жизнь можешь сточать. Знаешь, несколько языков, изучаешь быт. Тебе же не сложно ролики снимать. Придумываешь историю. Бля, я свою реальную эту историю, как в школе учился, не могу рассказать нормально. А тут тебе нужно выдумать историю. Где была твоя школа, что с ней стало, кто были твои одноклассники. В Африке. Вы в Африке жили, нам пломбы там делали. В разведке, конечно, нам было бы интересно продолжить как можно дольше нашу карьеру. К сожалению, она оборвалась, но время от времени мы думаем, что мы могли бы и сейчас принести пользу, если бы мы остались там и работали, и были до сих пор активными разведчиками. Удивительная история. Удивительная, да. Конечно, вот мир порой, он вроде как и простой, в каком смысле, а вроде как и такой многогранный. Просто представить, что вот в твоем окружении есть человек из другой страны, который завербовался, который изучает все, что ты делаешь, изучает, пытается с тобой как-то подружиться. Ну, это звучит на уровне шизы какой-то. Слушай, твои разговоры в квартире, спускает по веревке в этом. Инфляцию. А, диктафон. А, диктафон хочет тебя съесть. Ладно, на этом все. Интересный ролик. Спасибо большое каналу коллектив. Как всегда, прекрасный репортаж, прекрасный ролик. Спасибо большое, что смотрели вместе с нами этот ролик. Пишите в комментариях, если вы шпион. Да, если вы шпион, пишите, что делаете прямо сейчас. Желательно, расскажите шпион, какой страны вы являетесь, на каком лице живете. На этом все. Хоть мое время, не вернешка, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok